После дождя растут не только грибы, но еще и ямы на дорогах. В Кишиневе некоторые улицы во дворах выглядят словно после бомбежек. Водители жалуются, что зачастую повреждают колеса своих авто. Тему обсуждали и на заседании в мэрии. По словам главы управления городской мобильности, ямочный ремонт усилится, как только закончатся дожди. Водители жалуются, как и в Кишиневе. Как тут можно ходить? Сделали, слава богу, для машин, а для людей типа не надо. Я на Чеканах живу, но у нас тоже примерно то же самое. Когда-то будут они делать. Едем в другой сектор. Во дворах домов по улице Христоботева на Ботанике мы также обнаружили много ям. Жильцы жалуются, что раньше выбоины были засыпаны щебнем, но его смыло дождем. Особенно хорошо для тех, кто только что отремонтировал свои машины. В кавычках. Проедешь так 4-5 раз по такой яме и ремонт гарантирован. Не очень, конечно. Не мешало бы обновить тротуары. Давно не делали дороги? Ну не знаю. Я приехала сюда в 2009 году и не делала. Также в секторе Ботаника прямо у ворот онкоинститута по всей ширине дороги несколько нетронутых ям. Нужно ремонт проводить, потому что люди ходят, и кто больной, и кто... Нужно делать ремонт, поэтому... Больница рядом. Да, да, да. Поэтому... Мы не обошли внимание и центр столицы. Например, на пересечении улиц Иоанна Ботизатору и Григорию реки прямо посреди дороги образовались две глубокие ямы. Так как угодить в них можно в два счета, водители пытались избежать неприятностей, как могли. В мэрии, между тем, говорят, что знают о проблеме. Но работы начнутся, утверждают здесь, как только потеплеет и распогодится. Реабилитационные работы в общих чертах начались уже на прошлой неделе. Учитывая наши климатические условия, мы постараемся по возможности ликвидировать эти аварийные ситуации. На прошлой неделе они были ликвидированы на площади около 450 квадратных метров. Но более сложные действия будут реализованы после окончания сезона дождей. В этом году на ремонт дворов, подъездных дорог и тротуаров из муниципального бюджета планируют выделить 70 миллионов леев.